Мы не поняли, что у нас это не только правительственный час, но и политическая десятиминутка. Я это хорошо понял, поэтому я буду использовать в этом плане время. Ну вот, у нас выборы прошли. Вот сейчас город Рубцовск, Алтайский край, блестящая возможность получить большинство ЛДПР и КПРФ. Но Великая Справедливая Россия лишний раз доказала, что она с Единой России. Вот они, левые. Мы могли получить сейчас большинство, 15 вместе, 3 партии. Но уже перебежал Справедливый Российский. Заплатили, видимо. Чему перебегать-то? Это я к тому, что, когда Справедливая Россия пытается себе показать, что она какая-то вроде бы действительно левая, Сурков сказал чётко на всю страну, левая нога Единой России. Вот левая нога и побежала. А мы хотели. Но и сейчас на равных, 14-14. Посмотрим, кто дрогнет. Коммунист перебежит к КПРФ или это ЛДПР, чтобы там было 15 или 16. Посмотрим, кто у вас слабенький окажется и за коврижкой побежит. Пока вот они ведут переговоры. Вот. И если коснуться МЧС... Так, Вадим Андреевич, тут прозвучало. Товарищ министр. Это легко сказать, товарищ министр. Надо было не спускать красный флаг в декабре 91-го года. А первый товарищ министр через 27 лет. Вы товарищей похоронили в ту ночь перед Новым годом, когда незаконно опустили прекрасный красный флаг, за которым мы гордились. И Донбасса бы не было никакого. Вы спустили, а теперь издалека. Товарищ министр. Какой товарищ он вам? Господин министр. На него работает буржуазия новая русская, которую вы травили и давили, а она снова воскресла. Видите? Не Ленин воскрес, а русская буржуазия с огромными деньгами. И по МЧС, если взять. Вот вы оповещаете, Владимир Андреевич. Мы пытались тоже оповещать о выборах 10 сентября. Тактилиоператоры связи мешают. И вам, возможно, мешают. Чтобы было больше пожаров, чтобы было больше нервозности для населения. И мы хотели пригласить избирателей на выборы. Как слово выборы идет, СМСка не проходит. Пускай этим занимается ФСБ. Министр связи. Вот если как бы смыкаемся мы с МЧС. Им мешают оповестить население. Мы вам помогли. Росгидромет, другой начальник. Ни коммунисты вам помогли, ни единое, ни справедливое. Мы его убрали. Теперь мы будем требовать, чтобы Росгидромет вам передали. Вам передали. Потому что погода, ее анализ и информация, это большие деньги. Нам может платить весь мир деньги. Вот землетрясение Мексики. Что вы не могли предсказать? Наверняка могли. Заработали бы десятки миллиардов долларов. Возобновить эти службы. В Туле была лаборатория. Куда ее делить? Когда наш ученый предсказывал землетрясение за месяц, за два, за три. Любая страна заплатит бешеные деньги, чтобы спасти население. Где эта лаборатория? В Туле. Или вот еще, Владимир Алексеевич. У нас в Омской области, ваше главное управление, начальник, вызвал всех сотрудников в воскресенье на службу. Зачем он это сделал? Наши активисты решили, что он хотел им помешать голосовать. Непонятно? Единственное управление в стране вдруг вызвало всех сотрудников. Вот так наши активисты смеялись, что у всех впечатление, что этот начальник... Он кандидат в депутаты от Единой России. Наоборот, пошли их голосовать. Непонятная ситуация. Зачем ты их отрываешь? Может, он боялся, что они будут голосовать за оппозицию. В этих целях он решил уменьшить голоса. Разберитесь с ним. Была ли причина вызвать всех сотрудников МЧС по Омской области на работу в воскресенье? Вот вы тоже в этом плане... Его фамилия Корбут. Кандидат от ЕР был. Вот. Вызвал на дежурство всех сотрудников. Но у нас справедливая Россия считать не умеет. Все пытаются доказать, что они на третьем месте, а не ЛДПР. Ну, слушайте, ну ведь есть же голоса уже подсчитанные. За ЛДПР 600 тысяч голосов. По всей стране. Мы же оцениваем всю страну. Не только в Москве. За справедливую 480. Все. 120 тысяч граждан России поддержали больше ЛДПР. Что непонятно? Как еще втемяшивать этой партии, что мы получили большую поддержку избирателей? Ну, все выборы оцениваются по количеству поданных голосов. Вот сейчас, в воскресенье, Ангела Меркель получит 36%. А коммунисты сколько ставите, давайте, казино? Больше вас. Сколько? Больше. А, вы все видите, не могут. Не могут. Но зовите цифру. И вы никто. Если будет 36%, я прошу надбавку в зарплате. Потому что я точно укажу. Почему я говорю, что 36%? Молодцы немцы, понимаете? Вот никогда ни одна партия у них 40% не получит. А у нас хвалится 70%, 80%. Как губернаторы, проработавшие 3-4 месяца, могут получить такую большую поддержку? Что они сделали? Они еще кабинеты истят в административном здании. Как они могли завоевать симпатии своих избирателей? Там по 5 лет сидят губернаторы, и никакой симпатии нет. А здесь за 5 месяцев все, великие губернаторы. Сейчас вся область за них. И хвалится. За меня 80%, за меня 85%. Позор всем цифрам, больше 50%. А в Европе 30%, а то и 20%. А это хвалится. Вот за нас, ничего за вас нету. За большевиков тоже была вся страна. 99,9 было всегда. Ну и где? Та страна и где та партия. Поэтому здесь я прошу, все-таки, мог быть, ЦИК этим займется. Арифметики надо научить. 4 действия. Посчитайте. Что выше, больше 600 тысяч голосов или 480? Ну, ребенок у вас, дети же учатся или внуки в школе? Пусть определяют, сколько больше получила ЛДПР. Это вот как бы знать. Это в этом плане. По Москве та же «Справедливая Россия» получила в 13 раз меньше. Это же позор для партии. В 13 раз. КПРФ в 9 раз. ЛДПР 6. Опять лучший показатель. Неужели это тоже непонятно? Что если вас опустили в 13 раз в 9, это хуже, чем ЛДПР, когда в 6. Нас тоже опустили. Но еще не все я сказал. По спискам КПРФ 19 яблочников прошло. Вот в чем смысл-то. Предательство. Это не коммунисты будут сидеть в органах местного самоправления. 19 яблочков. Самая враждебная антирусская партия против русского народа. Против Крыма. Ну, почему они пошли на это? Что, у них не хватает коммунистов в Москве? И, наконец, самое страшное. То, что все депутаты, избранные от несистемной оппозиции, уличной, нет их, от парламентских партий, покупали голоса москвичей. И я заставил эхо Москвы поставить на голосование, чтобы москвичи сознались, кому из них предложили деньги за голос. 13% москвичей подтвердили. К ним обращались. И давали от 500 до 5000. Я предлагаю аннулировать все голоса в поддержку несистемной оппозиции. Все это куплено. Страшная коррупция. Грязь. Вот такие люди грязью идут к власти. Понимаете? Вот они идут. Демократы Ельцина шли к власти с грязью в рваных кроссовках и джинсах, так сказать. Теперь вот другая позиция, так называемая демократическая, опять с грязью. Да, они накопили денег. 32 миллиона. Им собрали по интернету. За несколько лет они стали собирать. Ну а где норма расходования на выборах? Чего молчит Мосгорисбирком? Центральная избирательная комиссия. Если они дали больше денег на выборы и засходовали. Опять основания для аннулирования выборов. Если был бы у нас нормальный прокурор в городе Москве, выборы должны быть аннулированы. И если москвичи согласятся подтвердить получение денег, в тюрьму этих кандидатов, бывших уже теперь кандидатов, должны сидеть в тюрьме хотя бы один год. У нас хорошие тюрьмы. Очень хорошая. Матросская тишина, бутырка, так сказать, у нас есть. Много СИЗО по Москве. Вы просто не всегда знаете, что у вас по соседству СИЗО, а не соседи какие-либо. Поэтому в этом плане, значит, хотелось бы, чтобы был бы наведен порядок. И не надо пытаться искать варианты, кто-то лучше ЛДПР. По всем позициям. Даже Единая Россия. Все показатели 10 сентября у ЛДПР лучше по сравнению с предыдущим периодом. У вас больше, но они ухудшились. Вы опустились. У вас меньше того, что могло быть. У нас больше и улучшилось. Вот надо определять вот так. Объективно. Я это говорю не потому, что лидеры этой партии, а потому, что это должен быть объективный анализ. Мы сто лет не можем друг другу правду сказать. И про МЧС еще раз, Владимир Андреевич. Очень часто, значит, приезжают ваши пожарники с пустыми баками. Я согласен, если они воду всю изосходовали на очередном пожаре. Не успели заправиться на станции и приехали... Но если они вообще спали сутки и приехали с пустыми баками. Это преступление. И второе воровство у меня украли. 50 тысяч долларов. Пожар 20 лет назад. И все еще ищут. Мне начальник пожарной команды Одинцов говорит, что мы нашли подлец-негодяй. У них специальные карманы огромные в этой униформе. Туда все напихивать. Как пожары не бегут, где банк? Где этот сейф, сейф, сейф. Скорее сейф. Вот все. Карманы. А потом тушить. Мне не нужны 50 тысяч, Владимир Андреевич. Мне нужны честные пожарники. Такие честные, как вы, замечательный министр МЧС России. А еще есть время. Стоп, стоп, стоп. Я ведь понимаю, тут сейфир-то стоит в мою пользу. Но инстинкт. Смотрите, какая реакция. Я шел именно к той минуте. А некоторые ничего не могут. Вы посмотрите КПРФ. Где их люди? Посмотрите. Вячеслав Ильич. И посмотрите, ЛДПР. 40 красавцев сидят. 40. Все к одному. Справедливо никого и КПРФ никого. А вы им еще поблажки даете там до трех в пятницу. До 12 ночи в пятницу пускай сидят. И никуда поездки домой. Здесь домой им нечего делать. Вон, хоронить ходите. У вас похоронные дела хорошо получаются. Я почему так резко сейчас сказал. Мы договорились с Зюгановым. Никаких лишних выпадов. И что вы думаете, включая их прекрасный канал. Замечательный канал. Столомейск. Красная линия. И остально поливает мне опять там. Опять Жириновщина. Что вы делаете? Сегодня вечером я на всю страну скажу. Зюгановщина. Вы, Зюгановщина, мешаете развитию страны. Этого хочет ваш лидер. Я это сделаю сегодня вечером. Смотрите. Вечер у Соловьева. Продолжение следует. Продолжение следует.